Сегодня городу не хватает порядка 10 тысяч уличных фонарей. Это без учета вышедших из строя старых, которые также необходимо отремонтировать или заменить на новые. В Горсвете говорят, что работают не покладая рук, но лишь насколько позволяет финансирование. Кстати, в этом году его объемы достигают 28 миллионов рублей. Столько пойдет на установку новых опор и светильников. А где именно они появятся, расскажем прямо сейчас. 2015-й вошел в историю Горсвета как год масштабных работ по приведению в порядок уличного освещения. Город выделил тогда невиданные ранее 30 миллионов рублей, чего хватило на 4,5 тысячи новых, более экономичных и надежных светильников и полторы тысячи опор. А так как в 2016-м профинансируют работы на том же уровне, добавлять темпы в Горсвете не намерены. Есть недостроенные освещения на участке Чулмана. Это от улицы Королева до улицы Нариманова. Улица Нариманова от набережной Челнинского до проспекта, до улицы Карьерной. Тоже освещения отсутствует. Еще больная точка у нас есть от тиберкулезного диспансера до поселка Сувар. Долгожданные фонари появятся и на улице 40 лет победы. Сегодня там уже приступают к земляным работам. 120 опор и столько же светильников достаточно, чтобы сделать светлее 5 километров проезжей части с одной стороны улицы, со стороны жилых комплексов. Параллельно будут реагировать на заявки населения, поступающие через диспетчерскую и систему народный контроль. Не отменяется и текущее обслуживание 19 тысяч уже работающих в городе уличных фонарей. Стоит отметить, что программы начатые в прошлом году также не бросят. Будут устанавливать и ремонтировать освещение вдоль тропинок, ведущих в школы и детские сады. Новые фонари появятся в парке Победы в ходе реконструкции мемориальной части и на дорогах промзоны, которые продолжают приводить в нормативное состояние. Егор Орлов, Радиганеев, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны.